Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь проверяем рандом на благосклонность к своим персонажам. Начнем же. Всего суммарно вскроем 4 сундучка, 2 на монахе, ну и по одному на ДК и воине. На всех закрыты десяточки, ну а касательно ПВП рейтинга на монахе, это вообще абсолютно мертвая тема, если честно. Чисто вскрываем сундучки ради азерита, прокачиваем азеритовую шею, получаем море азерита, целых 1100, это просто капля в море на самом деле. Но все же, хоть и 33 в текущий момент максимальный левел для открытия абсолютно всех азеритовых талантов, но подкачать чуточку больше ожерелья будет весьма неплохо к следующему патчу. Потому что есть рассуждение о том, что нужно будет примерно уровень где-то 45, хотя быть может этот уровень еще снизится. Посмотрим. ПВЕ сундучок что принесет по луту, ну-ка. Шапочка, что же интересно за трейты в ней, надо посмотреть. Так, что это такое? Кинжал в спину на дамагера, пошатывающие атаки на танка. Хорошо, можно что-нибудь придумать. На монаха падают исключительно шапки азеритовые, то есть если будет падать какая-то азеритовая вещь, это всегда будет шапка. В самом первом, когда упала шапочка, получается, при самом первом вскрытии недельных сундуков, потом относительно недавно упала шапка. И вот еще одна, то есть плечей и нагрудника с ПВЕшного сундука я вообще ни разу не видел на своего монаха. Зато другие персонажи, например ДК, уже пролутали два кусочка азеритовых с недельного сундука, это плечи и нагрудник. Быть может сейчас упадет шапка, посмотрим. А может быть еще одна пушечка, 395-я, будет неплохо. Что это? Так, это ножки с хастой. Мастери хаст, хаст в меньшем приоритете. Ну окей, ладно, за счет роста в мейнстарт, почему бы и нет. Вот, что мы по модификаторам, кишащий, взрывоопасный, укрепленный, увеличенное количество усиленных мобов с появляющимися сферками. Внимательно следим за костами и все такое прочее. Вот она вся тактика текущей недели. Так как модификатор взрывоопасный, я в описании к этому видосику закину видосик с разъяснением этого модификатора. Давно-давно еще объяснял касательно него. И там приложена векаура к этому модификатору. Либо же вы можете зайти на Twitch канал, даже в момент, когда я не стримлю, написать восклицательный знак сферы и настроенный бот выдаст вам векауру на сферке. Итак, воину на самом деле любая вещица будет улучшением. Что же упадет? Ну, вы понимаете, что я человек везучий, поэтому я лутаю только качественные вещи для себя. Что по трейтам? Кравовый спор. Стойкость к боли блокирует дополнительные уроны, повышает... О! Вот это хорошо, на самом деле. Так, что дальше? Жилы. Ну, по идее, жилы тут единственный талант на отхил. То есть капли это дамагерский, зов это тоже дамагерский. Ну, ладно, я возьму жилы пока что. Потом, скорее всего, я на что-то поменяю. На что я поменяю потом? Это загадка. На которую ответ пока что даже я не знаю. Так, шапка. Угу. Ну что. Такой вот недельный лут. Весьма хороший на самом деле. Идеальный для вара, хороший для ДК. Ну, а для монаха крайне сложно что-либо полутать. Реально полезное. Потому что он уже весьма неплохо одет. И что может выпасть? 380-е ничего не апнет. Если выпадет выше этим левелом, то обычная эта вещь, ну, просто-напросто не нужна. Потому что это либо какой-то мусорный тринкет, либо что-то не с теми статами. Так что, другие персонажи одеваются и, в принципе, неплохо. Ну что ж. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.